Так на какую же глубину заводить кисти рук перед грибком при плавании кролем на груди? Действительно, если посмотреть как плавают великие пловцы, можно увидеть, одни проносят руки над водой почти прямые и практически от самой поверхности воды начинают грибок. Как, например, многократный чемпион мира по плаванию Скотт Такер? Другие же пловцы проносят руки над водой, сгибая их в локтях и сразу заводят кисти глубоко в воду. Угол атаки при этом достигает 35-40 градусов. Посмотрите, как плывет Шинджи и Токияши по методике Total Immersion. Так как же правильно заводить кисти в воду? И кто прав? Ответ на этот вопрос простой. И те, и другие пловцы плывут правильно. Просто угол атаки в воду у профессиональных пловцов может сильно различаться. Это различие напрямую завязано на индивидуальные особенности спортсмена, а также на соревновательную тактику. Ибо у профессиональных королистов по ходу одного и того же заплыва может существенно меняться не только темп, но и варианты согласования всех движений. Давайте посмотрим под водой на положение рук того же Скотта Такера и Шинджи Токияши. Скотт начинает грибок почти у самой поверхности воды, японский же мастер плавания на глубине 35-40 сантиметров. Как вы думаете, из какой точки начинается наиболее эффективная фаза грибка? Из верхней, как у Скотта, или из нижней, как у Такияши? Конечно же, наиболее эффективная фаза подтягивания начинается из нижней точки. Именно отсюда пловец протаскивает себя вперед, получая максимальную отдачу от своего усилия. А когда же рука начинает грибок от самой поверхности, то это лишь фаза захвата воды, и она малоэффективна с точки зрения продвижения вперед. В этой фазе вектор приложения усилий пловца в значительно большей степени направлен сверху вниз, вертикально. Другое дело, что за счет более раннего грибка спортсмен все равно плывет быстрее, но он тратит значительно больше сил и работает на пределе своих возможностей. Пронося руки над водой с большой скоростью и почти не сгибая, пловец увеличивает таким образом их кинетическую энергию и, совершая грибок от самой поверхности воды, развивает максимальную скорость. Правда, такой усиленный режим плавания подобен работе двигателя машины на повышенной передаче. Поэтому так важно правильно рассчитать свои силы на всю дистанцию. Ну а если же у вас заплыв на несколько километров, то так или иначе будут отрезки, на которых вы будете плыть, экономя силы для дальнейшего рывка. И вот тут как раз глубина заведения кисти в воду будет зависеть не только от соревновательной тактики и вашей выносливости, но и от личных физических особенностей. В частности, от того, какой у вас индекс обезьяны, то есть соотношение размаха рук по отношению к своему росту. Так плавцы с положительным индексом обезьяны, у которых размах рук больше роста, совершают грибки с чуть меньшей частотой, но зато более мощно, с разворотами корпуса, подключая к работе широчайшие мышцы спины и косые мышцы живота. Подобно тому, как плывет знаменитый марафонец Адам Волкер. Посмотрите, какие длинные грибки он выполняет и на какую глубину сразу заводит кисти рук. В то же время пловцам с относительно короткими руками, когда размах рук пловца менее его роста, можно плыть, используя принцип маятника, то есть делать не очень длинные и мощные, но частые грибки и переваливаться при этом сбоку на бок, подобно маятнику у часов. Посмотрите, как плывет многократная чемпионка мира по марафонским заплывам Шейли Тейлор. Она делает грибки почти прямыми руками и при этом каждый грибок начинает почти у самой поверхности воды. Поэтому, уважаемые любители плавания, еще раз повторю, глубина захода кистей в воду при плавании кролем на груди зависит от целеполагания, соревновательной тактики, а также от ваших индивидуальных особенностей. И я желаю каждому из вас научиться правильно находить свой угол атаки, учитывая все перечисленные факторы. А это вы сможете сделать с помощью хорошего тренера по плаванию или же, пройдя обучение по моему видеокурсу «Как научиться плавать кролям». Вам будут доступны не только все мои пошаговые уроки, но и безлимитная 30-дневная поддержка по почте или через личку ВКонтакте. Кому интересно, ссылка на курс в описании или в конце этого ролика. А на этом пока прощаюсь. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если видео показалось полезным. И до встречи. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok